Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава КИТ-ЦЕС. Доброе утро такое, хорошее, слава Богу. Знаете, очень многие люди, бывает так, что и занимаются религией, начинают увлекаться, а потом у них возникает какой-то такой вопрос, они на него не находят ответа, и у них все ломается. Знаете, написано в наших мудрецов, если ты что-то не понял, отложи это на следующий год. Вот я всегда так делаю, если мне что-то непонятно, я не делаю из себя там великого мудреца, а я считаю, что да, но в следующем году разберусь. Вот это вот, чтобы оно не расшатывало веру. Иногда у человека есть провокационный вопрос там к Торе, но его что-то удивляет, он чем-то растерян. Иногда он уверен, что его вопрос правильный, правомерный, его аргумент решающий, ему кажется, что можно действовать в соответствии с собственным мнением, и тогда ему все говорят, подожди, остановись, не совершай действия. Ты не все знаешь, не все понимаешь, Рамбам был не глупее тебя, Раби Шимон Баррефи, Машера Бейну, и у них все знали, в том числе ответ на твой провокационный вопрос. Ты не знаешь его, ну так ты еще до этого не дошел. Они верили, соблюдали заповеди и имели пророчества. Поэтому, если тебя что-то смущает, наберись терпения. Не узнаешь ответ в этом мире, ну, что получится, узнаешь в следующем. Был такой автор Бен Ишхай, он рассказал историю о Хайме Виталии, знаменитом каббалисте. Около 400 лет назад Хайм Виталий написал, что воздух имеет вес. Основывался он на стихе из книги Йова, ветру дал он вес. Ученые всего мира насмыхались над ним, говорили, ну, что эти рассказывают, это же нелогично. Посмотрите, пространство, все вокруг, полно воздухом, да? Если бы у него был вес, мы бы сгибались под его тяжестью. Вот, логично и убедительно, ничего нельзя сказать. Что ответил на это Хайм Виталий? Он сказал, что, знаете, аргумент серьезный, у меня нет на него ответа. Однако, стих в книге Йова написан, он истинно. Можем предположить, какая была реакция. Все говорили, крутили его головы там, или что там они делают. Сменилось много поколений. И наука установила, что воздух обладает весом. Да еще и вдобавок теплый воздух, например, легче холодного, а водород легче кислорода. Так были изобретены цепелины всякие, воздушные шары. А как же вот этот знаменитый аргумент? Теперь ученые сами насмыхаются над теми, кто говорит, что воздух веса не имеет. Все. Они все говорят, что у воды есть вес, но это не мешает рыбам плавать и выносить его. Все очень просто. Расставил этот серьезный аргумент. И подтверждена, что истина из книг Йоба. Это учит нас тому, что слова Маше истина. Тора это истина. Каждый вопрос и ответ нам следует идти прямым путем, не доверяя всяким серьезным аргументам. В этой недельной главе написаны еще интересные слова. Любовь к Богу это поведительная заповедь Торы. Сказано, что в этой недельной главе люби Господа Бога своим сердцем и душой и существом. Итак, любить Бога мы что? Мы просто обязаны. Мы обязаны пути его любить. Короче, расскажу короче такую историю. Ицхак из Ворска, из Ворки, побывал у праведника Давида Излалова, такой знаменитый праведник. Стал он свидетелем такого случая. Рано утром встал, завернулся в автолит, надел тфелин перед молитвой. Вдруг стук в дверь. Не было жены дома, он открыл дверь. Какой-то человек стоял такой, говорит, продай бутылку водки. А они занимались, у них была такая торговля. Раби Давид, не говоря ни слова, снял все себе, спустился в подвал, отмерил точно литр, так очень красиво, и отдал покупателю. Тот начал торговаться, сделать скидку. Он тогда спокойно вылил назад в кушин и начал молиться. Покупатель ушел, а Раф Исках удивился, почему он так отвлекался от молитвы, пошел за товаром. И когда закончил с молитвы, он спросил. И тот ему ответил, во всех моих делах я стараюсь придерживаться принципа, который называется таким образом. На всех твоих путях знай его. То есть при любом поступке нужно понимать, приносит этот поступок радость Всевышнему или нет. Когда я пошел покупать, отмерять водку, я выполнял митцву, которую он мне поручил. Написано, верная эйфа и верный дин. То есть точные меры измерения будут у тебя. И я поспешил сделать это митцву. Когда покупатель начал со мной спорить, я понял, что это просто торговля. И тогда я прекратил этим заниматься. Какая может быть Богу удовольствие от простой торговли. В эти дни мы говорим и слышим о возвращении, о раскаянии, о отшуе. Мы знаем, что это необходимо сделать. Но делаем ли мы это на самом деле? Как найти время в каждодневных делах посидеть и, как то, что это, раскаяться? Наши учителя и праведники во всех делах руководствовались принципом. Я делаю то, что хочет от меня Всевышний. Это доступно любому человеку. В самых простых повседневных делах спроси себя, «Что сейчас ждет от меня Творец?» «Как он хочет, чтобы я поступил?» Тогда каждый день будешь подниматься на новую-новую ступень. Есть у нас поясающий пароль правильности наших действий. Вот прежде чем сделать каждый штат, подумай, это доставит Всевышнему удовольствие или нет? Хочет ли он, чтобы я так поступил или нет? Вот это вот и все, наверное. На этом можно закончить. Ты уже все понял, все знаешь и действуешь в правильном направлении. Единственное, что надо помнить одну простую вещь, который сказал известный раввин Янатан Сакс. Он сказал следующие слова. «Когда человек удаляется от Бога, удаляется и Бог от человека». Поэтому нам надо понять, что чем ближе мы к Богу, тем ближе мы к истине. Чем ближе мы к Богу, тем ближе мы к своей душе. Не отдаляйтесь от Бога, чтобы Он не уходил от вас. Барахавы от слуха! Редактор субтитров А.Семкин!